Это значит, потому что мы еще туда не приехали, чтобы испортить? Потому что это точно про нас! У нас всегда есть такое ожидание, что сейчас будет это самый-самый-самый Это значит, что для православных должно быть дешевле Хм, неблагодарная свинья Hola amigos! Добро пожаловать в Кике Мексиканец! Сегодня у нас очень интересное видео Я хочу поделиться с вами свои самые любые выражения на русском языке Мне кажется, эти выражения сохраняют какой-то глубокий смысл о менталитете России Поэтому давайте начнем! Самое первое, это как раз очень интересно Это хорошо там, где нас нет Когда впервые услышал это выражение, я задумался Ммм, интересно! Это значит, что мы считаем, что другие живут лучше, чем нас? Это значит, потому что мы еще туда не приехали, чтобы испортить? Или почему такой смысл? Я поговорил с другом, а он мне сказал, что это немного не так Что это значит, что в принципе можешь касаться, что везде хорошо Поэтому как только мы приезжаем, тогда мы начинаем понять, что типа Это не хорошо, это не хорошо То есть смысл, что они считают, что живут хорошо Приезжаем, и тогда мы будем понять, что они не так хорошо живут Потому что будем найти недостатки Или все-таки потому, что когда мы приезжаем туда Будем что-то нарушить, испортить И поэтому лучше живется, где нас нет Не знаю, пожалуйста, напишите в комментариях Помогите мне разобраться с этой фразой Потому что не настолько уверен, какое направление нужно взять И второе выражение, когда я услышал, думал Круто, это классно, супер, ребята Хотели как лучше, получилось как всегда Когда я это услышал, думал Очень похож менталитет между Россией и Мексикой Потому что это точно про нас У нас всегда есть такое ожидание, что сейчас будет это самое-самое-самое В итоге все, не получается как мы хотим Хотя мы старались, мы верим То есть для Мексики четкий пример Это чемпионат мира, когда с морной Мексики Мы все верим, что в этом году будет наш год Играем-играем Играем как никогда, но проиграем как всегда Поэтому я думаю И много в примерах Но это выражение очень классно И я думаю точно это объединяет наш менталитет Потому что в России тоже, мне кажется, это очень часто работает Третье выражение Это не православный Мне очень как-то смешно Потому что я иногда употребляю В Мексике мы католики И я первый раз слышал, как типа Эй, не православная цена То есть как-то я думаю Интересно Это значит, что для православных должна быть дешевле А кстати Когда я ходил в монастырь Мне очень удивило, что Вещи, которые продавали Вместо цены Есть пожертвования Но при этом пожертвований Можно рассчитать в рублях То есть ты посчитаешь Сколько рублей стоит твое пожертвование Но не цена Пожертвования И вот Поэтому я тоже употребляю Типа Нет, цена не православная, ребята Четвертое выражение Очень часто слышу Зуб даю Я думал Откуда это? Может между стоматологами это сказали? Почему вы зуб даете? А на испанский языке Мы говорим Типа Я тебе даю свое слово А в России Вы даете Зубамль Поэтому мне очень интересно Когда я слышал Мне сложно это сказать Хотя я знаю Что все говорят Я зуб даю Я просто держу свое слово Но мне интересно Откуда? Почему зуб? Почему зуб? Это важнее, чем слова Или чем без рот Или почему зуб даю? Или язык даю? Почему? Пятое выражение Валять дурака Это тоже очень классно Потому что В принципе У нас не были такие Не валяшки Ладно Были такие Но я помню Что они были Надубные Пластиковые А здесь в России Вот это не валяшки Деребяные Это просто потрясающе Очень красиво Не знаю Почему тоже Но очень интересно Я как понимаю Валяться дурака Это как-то Прикидываться дураком Или прикидываться Что ты ничего не знаешь Или Вездельничай Да Типа не хочу Ничего не делать Поэтому буду Валяться дуракам Но очень классно Валяться дуракам И Шестое выражение Наверное Вы знаете Что все Испоноговорящие Мы Оважаем Драму И когда я услышал Эту фразу Я понял Что тоже Есть какая-то Драма Неблагодарная Звеня Мне кажется Эта фраза Наверное На первый год Когда я приехал Услышал И мне было так смешно Потому что Я прям мог чувствовать Вот это Чувствие Что Расчарование У человека В принципе Когда мы говорим О звене На испанском языке Обычно Это человек Грязный Нечистый Который Не ухаживается Но В этом плане У меня стало Конечно Очень классно Такое сравнение Что это значит Что свиньи Здесь Не очень благодарны Поэтому Если вы знаете Откуда появилось Это слово Скажите Потому что Эта фраза Прям в топ Драма На русском языке Хм Неблагодарная Свиня И последнее Наш седьмое Выражение Это геморроид Я первый раз Слышал В Мексике Вы знаете Это очень Какое Тайное Выражение Ну Говорить о геморроиде На испанском языке Кажется Что это очень Тайно Некрасиво Лучше Об этом не будет Говорить Я помню Что Обычно В школе Да Это геморрой Везде геморрой Я думаю Что такое Почему все говорят О геморроиде В России Наверное Это говорят Потому что Они испытывали И знают Чем можно Это сравнивать Или Не знаю Для нас Непривычно Это геморроиде Это геморроиде Но я в России Сомнитель Как свободно Да Это геморроиде Это сложно Не знаю Это геморроиде С этим видео На ваши Сетей Я буду Безумно Благодарен Ваша Поддержка Мне Очень важна Поставьте лайк Подписывайтесь И Увидимся Совсем Совсем Скоро Берегите Себя Adios Amigos